Это бардак вашей организации. Решайте у себя, а нам газ дайте. Терпение жителей города по проспекту Амедхана-Султана на исходе. Вот уже 11 дней в их дома не поступает газ. Холодные и теперь уже зимние ночи электричество не спасает. Пока горожане нашли единственный выход – перекрыть дорогу, чтобы их услышали. На место протеста подтянулись силы полиции, представитель соличной мэрии и газовой компании. У газовиков своя, правда, у людей своя. Никакой исполнительно-технической документации на данные дома не представлено, потому что ее нет. Подождите, дайте сказать. Данные дома многоквартирные, на баланс города не приняты. Вы, наверное, имеете кое-какие свечи о регистрации права собственности. Но вы должны, если у вас есть данные документы, вы должны их представить в Газпром Межрегион ГАЗ. Потому что данные дома до сих пор не присвоены адреса. У вас у всех по 2-3 адреса. Однако жителей такой ответ не устроил. Вопросов стало еще больше. Смотрите сюда. У меня железный шланг, железная труба. Я плачу больше 5 лет за газ. Контролер приходит каждые полтора месяца, проверяет. Каждый месяц. Писточек, писточков. Газовики ссылаются на то, что нужно в каждом доме провести проверки. А людей зачастую нет в квартирах. Это, по их мнению, задерживает процесс подачи газа. На встречу с людьми приехал и мэр Махачкалы. Салман Дадаев распорядился создать на месте оперативный штаб из представителей администрации и газовой компании, чтобы закончить процедуру обследования квартир в короткие сроки. Мэр призвал жителей обеспечить доступ к квартире и подготовить все имеющиеся документы. Пожалуйста, предоставить доступ к квартире, показать все газовое оборудование. Оборудование не смотрят. Я же говорю, от нас поставим им человека. К каждому представим человека, что сейчас-вопросы тоже войдут. Если вдруг такая ситуация, что газовое оборудование не соответствует, это тоже газовики возьмут на себя и сделают переоборудование и перезрезку. Столичный городоначальник адресовал справедливые претензии начальнику юридического отдела газовой компании, который, к слову, на встречу с митингующими пришел один. Это заключение нам запрещает проводить подключение газа до момента устранения. Так что, Солмак, а делайте. Давай сегодня, вот сейчас идем, пойдем, устраним эти нарушения, приступим. Вы говорите, что... Подожди, где ГРУ Махачкала? Вызывайте их сюда. Вызывайте их сюда. Давайте сейчас. Берите акты. Мои сотрудники здесь присутствуют. В каждую квартиру зайдем, акт составим. Есть здесь необходимость переоборудования. Приступим к переоборудованию. Здесь наружный... Мне не надо, Солман Кадянович, расскажет. Вот ей расскажите это. Наружный газопровод неправильно проведен. Кто? Наружный газопровод вы проводили? Когда проводили? Что это? Я не знаю, когда вы его перепроводили. Из-за этого у нас есть заключение специализированной организации, которая запрещает нам проводить подключение до момента устранения. Ночную акцию протеста на Амитхана Султана утром подхватили и другие, оставшиеся без газа, горожане. Более 50 жителей домов степного поселка остановили движение на въезде в город в районе Кольца МФЦ. Сотрудники ГИБДД с трудом, но все же наладили движение, уговорив людей отойти от проезжей части. Асель Манапова. Новости ННТ. Махачкала.